Дорогие белорусы и украинцы, то, что случилось сегодня, было предсказуемо, как обычно никто не ожидал. Все здравомыслящие люди в 21 веке были уверены в том, что все вопросы и разногласия может решить дипломатия. Что экономические интересы, как всегда, станут во главе принятия решений. Сегодня ночью Путин напал на Украину. Сегодня началась война. Война, которая, я надеюсь, продлится недолго. Война, которая не нужна никому, кроме двух авторитарных выживших из ума дедов. Война, в которой могут погибнуть многие. Я не очень умею говорить лозунгами, поэтому, как всегда, я сейчас хочу потратить ваше время по делу. По делу в том смысле, что буду делать я и что можете сделать вы. Я остаюсь в Киеве. Мы с Кириллом продолжаем работать для вас, потому что кто-то должен давать информацию без фейков, проверенную и честную. Дорогие мои белорусы, напоминаю вам, что те, кто сегодня находится внутри Республики Беларусь, вы можете быть глазами и ушами этой войны на территории противника. И то, что хитро зачёсанный сегодня сказал, что Беларусь не участвует, и белорусские военные не участвуют в агрессиях против Украины, это ложь. Но я знаю, что большинство белорусов за украинцев. Я знаю, что большинство белорусов готовы помогать в этой войне и Украине, и самим себе, чтобы освободить мир от диктаторов. Белорусские военные, вы, которых втягивают в эту мясорубку, те люди, которым плевать на вас, на ваше будущее и на будущее ваших детей. Для вас у меня есть только один совет. Заходя на территорию Украины, будьте готовы умереть. Вооружённые силы Украины хорошо подготовились, и оборона Украины работает. У вас есть только один шанс остаться людьми и встать на сторону добра. Переходите на сторону украинских военных и формируйте добровольческие отряды белорусской армии. Мы отобьёмся от Путина и потом освободим Беларусь вместе. Дорогие мои белорусы, которые находятся за границей, всё, что вы можете сегодня сделать, те, кто находится в спокойных странах, принимать беженцев. Уже из Украины. Тех, кто решит уехать. Тех, кто находится в Украине и решит остаться. Мы будем держаться вместе. В крайнем случае, как только что написал мне Романчук, поделим воду и запас продуктов. Самое главное сегодня – не создавать панику. Те, кто сидят в телеграм-каналах, те, кто не понимают, что происходит в Киеве, не могут ощутить ту ненависть к русским, которая сегодня здесь есть, и то спокойствие и уверенность в победе украинского народа. В Киеве нет паники. Да, очереди к банкоматам, потому что все боятся, что что-то перестанет работать из-за кибер, а так и нужны будут наличные деньги. Да, пробки. Да, пробки на выезд, потому что многие уезжают из города. Но это всё. Я очень прошу всех своих коллег, я имею в виду журналистов, блогеров, пожалуйста, не помогайте информационной войне противникам. Потому что, когда начинаются реальные действия, это не значит, что информационная война заканчивается. Она точно так же продолжается. Начиная с 4 утра, в сеть попадает огромное количество фейков. Пожалуйста, не пересылайте их, не повторяйте. Всё, что вы можете сегодня сделать, это сохранять спокойствие и делать то, что каждому по силу. Можете сдать кровь, идите на пункты приёма донорской крови. Можете принимать беженцев, принимайте беженцев. Можете шпионить и пересылать информацию в боты, телеграм-каналов, хозяевами которых являются проверенные люди. Пересылайте. Я не знаю, что ещё сказать. Я никогда не думала, что в какой-то момент жизнь и меня поставит перед выбором. Но я больше не буду бегать. Пока у меня будет возможность работать в Киеве, я буду работать в Киеве. И поверьте мне, никто в Киеве не верит, что его займут русские. По-русским здесь будут стрелять. И с каждой форточки. Наши страны обязательно будут свободны. Эта война только ускорит конец Путина и Лукашенко. Я искренне в это верю. И не я одна. Держимся вместе. Живи, Беларусь! Слава Украине! Я буду держать вас в курсе и выходить в эфир, как только будет появляться возможность и соответствующая информация. Победа будет за нами! Победа будет! Не кроме что верю,